Я вчера говорю, вы их как-то сравняете, сделаете в нормальном состоянии, потому что здесь ходят люди. К этой картине депутат на объекте жители посёлка Трудовое привыкли. Игорь Чемерис наведывается сюда регулярно и отличается взыскательностью. Если делать работу, то качественно. Или переделывать за свой счёт. Нынешней рабочей поездке не помешал первый снег и гололёд. Сегодня необходимо осмотреть несколько проблемных точек. Первая часть маршрута – проезжая часть на улице Порт-Артурской. Её отремонтировали в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Честно говоря, с одной стороны радует то, что у нас уже практически весь объём уже выполнен по дорогам. Но есть некоторые шероховатости, которые, на мой взгляд, очень серьёзные. Сделали хороший ремонт дороги. С одной стороны. С одной стороны положили бордюры, с другой стороны не подсыпали совершенно у нас обочину, не оборудованную. Я считаю, это неправильно. И мы в этом отношении будем обсуждать с временно исполняющим главы города и с технодзором, который принимал эту дорогу. Ещё одно серьёзное нарекание со стороны Игоря Чемериса – возле автобусной остановки отсутствует пешеходный переход. Это опасно, и депутат совершенно прав. Здесь уже случалось происшествие со смертельным исходом. Это уже не первый случай ДТП. Я считаю, что власть просто обязана принимать не просто уже превентивные меры, а она уже обязана реагировать на то, что уже происходит по факту. Что может быть страшнее гибели человека. Поэтому мы обязаны здесь довести эту ситуацию до логического завершения, обязать оборудовать здесь пешеходный переход. Следующая точка маршрута – по адресу Лермонтова, 79. Здесь недавно произведён капитальный ремонт фасада дома. Однако, неотделанными остались торцы. Из-за этого угловые квартиры по-прежнему промерзают. Кроме того, состояние придомовой территории оставляет желать лучшего. У нас невозможно даже просто перейти. Традуарчик. Вот дальше нет традуара, где стоят машины. Только вот здесь сделали. И то сделали вот недавно его. Вот, бордюрчики. Напротив детская площадка. Ребёнок выскакивает из подъезда. Ну, даже не ребёнок. Лично я сама раза два постранитесь. Чуть не попадала под машину. Выполнение наказов избирателей – главное в работе депутата. Трудовое всегда оставалось окраиной Владивостока. Отношение к нему у властей было по остаточному принципу. Так, на Лермонтово-64 долгие годы из-за перепадов уровня асфальта подвалы заливало водой. Но по требованию Игоря Чемериса, депутата от округа, нынешним летом двор выровняли, а для детей поставили площадку. Приятно, говорит Игорь Чемерис, слышать не только о проблемах, но и предложения, как сделать родной двор и микрорайон комфортнее. Он тут же берёт на карандаш новые пожелания жильцов – подсыпать площадку гравием, а также устроить в старом бомбоубежище детский спортивный зал. Общественности «Краевый депутат» действительно преобразили посёлок. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.